Вся улица будет в митингах, будут толпы людей громить витрины, поджигать машины. Я, значит, должен разориться, а Макдонс будет работать. Вы эти деньги, извините, просрали. На мосты, на праздники, на чемпионаты, на граниты, блин. Вы что там, правительство, идиоты, блин? Вот сейчас бы расстреляли 10 человек, те, кто не выполнили распоряжение президента. Пора президенту, значит, эту всю шоблу, значит, вот так вот. Наше правительство должно сидеть в бараке, в Бирюлево-Товарном. Вот это их место. До вас вообще помощь в государство дошла? Потому что вроде бы нам говорят, что бизнесу будет помогать. Такие-то меры, такие-то меры. Вообще до вас дошла какая-то помощь, чтобы вы получили от государства? Ни я ничего не получил, только разговоры. И никто не получил. Считанные единицы получили там 14 тысяч рублей. Я считаю, просто подачка с барского стола. Это позор. Что такое 14 тысяч рублей? Бросили. Кость голодной собаки. Иди, грызи. Госдума собирается принять новый закон, насколько я понимаю, чтобы была возможность арендаторам не платить по договорам арендодателям. Чем этот закон может вам лично грозить? Как вы к нему относитесь? Что для вас это значит? Как для предпринимателя? Значит, к сожалению, Госдума, вместо того, чтобы заняться, Госдума и правительство, вместо того, чтобы заняться реальной помощью бизнесу, плодят пустые, никому не нужные бумажки. Они вообще посягают на святое. Договор. Вот помните, в те старые времена купцы ударили по рукам и заключили сделку. И вдруг тут начинаются какие-то третьи, четвертые, пятые. Говорят, ребят, не-не, давайте по-другому. Они говорят, не-не, мы купцы. Мы ударили по рукам. Все. Наше слово, закон. Я со своими арендаторами всеми договорился. Договорился. У меня все нормально. И я без всяких Госдум договорюсь. Это мое. Сейчас, если арендодатель не думает о своем будущем, он будет жестко прессовать арендатора, тот уедет, он нового не найдет. Но таких идиотов арендодателей по пальцам пересчитать. Четыре кризиса их уже выкосили. Их уже на рынке нет практически. Поэтому сейчас, вместо того, чтобы заняться реальными делами, вот лучше бы они выполнили поручение президента, которое он дал два месяца назад, сейчас исполняющему обязанности премьера Андрею Белоусову. Он сказал, разберитесь с налогом на кадастр и арендой земли. Подразумеваю, что их надо освободить. Это дикий, безумный налог на кадастр, который давит на всю недвижимость. Потому что там оценка в 2, 3, 4, 5 раз выше реальной, а с нее считается огромный налог, в два раза больше, чем в Америке налог. Вот с этим бы решили вопрос. А дальше мы бы с арендаторами, арендодателями договорились бы. Они сейчас что делают? Они искусственно разделяют, что баррикады строят между арендодателями и арендаторами, для того, чтобы бизнес был разделен. Чтобы мы были не в одной лодке, а чтобы мы друг с другом воевали. А мы должны воевать сейчас с тупицами, которые сидят в правительстве. Вот с ними мы должны воевать вместе все. К сожалению, наверху нет людей, которые умеют быстро мыслить, принимать правильные решения, проверять их выполнение, наказывать тех, кто не выполняет эти решения. Там идут какие-то миллионы бумажек. Они кружатся, вертятся, кто-то подписывает, согласует. Реально, вот я провел опрос, но у меня около миллиона подписчиков в социальных сетях ответили больше тысяч. Кому помогли? Ноль. Никому не помогло государство. Прошел уже. Январь, февраль, март, апрель, май. Уже заканчиваются. Еще никому не помогли. Они бумажки плодят. Поэтому то, что сейчас запустило правительство, это просто безобразие. Нет слов. Нет слов. Правительство, дорогой, занимайтесь реальной помощью бизнесу. Посмотрите, что делают другие страны. И сделайте так же. Что вы изобретаете велосипед? Они сейчас... Вот сейчас надо вложить для спасения бизнеса, сохранение рабочих мест и поддержание платежеспособного спроса 20 триллионов. Никаким триллионам это бесполезно. Если сейчас вот их планы осуществляются по спасению бизнеса, нас ждут массовые банкротства. Там 5-6 разориться частных предпринимателей, 5-6 миллионов, и 10-15 миллионов они отправят на улицу. А когда они наконец поймут, что Ковалев был прав, он говорил правильные вещи, написал уже кучу писем президенту, представителю правительства, мэру Москвы, что Ковалев был прав, вот тогда уже понадобится 50 триллионов 1 января. 1 января, когда все улицы будут в митингах, будут толпы людей громить витрины, поджигать машины, вот тогда они поймут, вспомнят слова Ковалева, который говорил, ребятушки, спасайте бизнес, спасайте рабочие места. Почему нет союза предпринимателей? То есть не того, который под контролем государства, а реального союза предпринимателей, который может помогать бизнесу сейчас вот в таких условиях. И нужен ли он вообще? Как считать? Смотри, бизнес был запуган. Как что-то, что-то не только сказал, значит, его в тюрьму. Сейчас мы стали все смелые, потому что мы все, вот человек десятилетиями строил свой бизнес, он может в годах уже, как я, сейчас он понимает, что у него ничего нету, у него остались только кредиты, долги, и он уже не хочет молчать. Посмотрите, насколько смело сейчас говорят предприниматели. Я создаю мощное объединение предпринимателей, 29 и 30 августа в усадьбе Гребнево пройдет съезд. Я считаю, что минимум 10 миллионов, в первую очередь, малых, средних, средних у нас немного, потому что, ну, средний класс, он уничтожался практически. Значит, средние, индивидуальные предприниматели, самозанятые, те, кто работает в частном бизнесе, не бюджетниками, это минимум 10 миллионов должно быть создано объединение, которое, возможно, станет партией. Партией собственников. Единая Россия это партия бюджетников и олигархов, а мы будем партией собственников. Мы за великую Россию. Вот я даже думаю, может быть, Всероссийское объединение предпринимателей имени Петра Аркадьевича Столыпина, величайшего деятеля нашей страны, вот который мечтал как раз о великой России. И я поэтому уверен, то есть я вижу, какой отклик в социальных сетях находит мое обращение, просто уверен, что это абсолютно правильно, верная идея, потому что еще раз скажу, наверху нет управленцев, там чиновники, бюрократы, антикризисные менеджеры, они только в бизнесе сейчас, а сейчас нужны антикризисные менеджеры, поэтому бизнес должен делегировать туда председателей правительства, вице-премьеров, министров, это должны быть люди из бизнеса, которые понимают, что делать, а они наверху там, ничего не понимают. Как вот вы считаете по прогнозу, действительно ли, может быть, сейчас говорят, что люди копят деньги, потому что сидят дома, а потом выйдут, и вроде бы как бизнесу будет хорошо, потому что они пойдут эти деньги тратить, вот как вы думаете, так будет вообще? Во-первых, люди сидят дома, и у них нет денег, раз, у них нет денег, потому что те, кто сидят дома, они получают неполную зарплату, там половину зарплаты, 70%, 30%, все равно у них есть страты, потому что надо покупать еду, а вы знаете, что покупки еды в продовольственных магазинах упали на 20%, люди уже на еде экономят, и никакого взлета, вот кто-то думает, что сейчас все откроется, отложенный спрос, нет, если продажам автомобилей упали на 70%, квартир на 70%, это не значит, что сейчас откроется все, и люди начнут скупать квартиры, машины, одежду, нет, люди будут беречь эти деньги, даже если у них есть какие-то, чем покормить своих детей, поэтому эта надежда бесполезна, еще раз говорю, если правительство не одумается, если президент не сменит сейчас огромное количество людей, которые не выполняют даже его распоряжения, а если его выполняют, то по-идиотски Нижегородский губернатор сказал мэр, дайте безработным по 14 тысяч рублей, что говорит Нижегородский губернатор, он говорит, а теперь вы обязаны отработать 80 часов, ему об этом президент говорил, нет, врачам дали по 50 тысяч рублей, по 25 тысяч рублей, президент сказал, я вам даю, массовые идут сейчас демонстрации врачей, которым платят по 700 рублей, по 1000 вместо 50, президент что-то говорил, что вы считаете, исходя из часов, или там минуты отработаны, нет, а где увольнение, и в черный список, нету, тишина, никто не уволен, никто, извините за это слово, не расстрелян, хотя уже по идее военное положение, за невыполнение приказа главнокомандующего, расстрел на месте, вот сейчас бы расстреляли 10 человек, те, кто не выполнили распоряжение президента, показали бы по первому каналу, я вас отвечаю, в течение 10 секунд было, выполнялось бы в строгом соответствии поручение президента, в течение 10 секунд, пора президенту, значит, эту всю шоблу, значит, вот так вот, кулаком показать. Как вы относитесь вот к этой теме, если подводить, как вы относитесь к вот этой вертолетной раздаче денег? Сейчас многие говорят про такую вышку, которая у нас есть, да, что вроде бы можно из нее взять деньги и, наконец-таки, всем помочь, и бизнесу, и обычным людям, вот как вы вот к этому относитесь? Безусловно, это полезная мера для поддержания платежеспособного, спроса. В Италии 300 миллионов, 300 миллионов евро раздали людям для того, чтобы они сходили в ресторан. Просто дали денег, сходите в ресторан, потратьте деньги в ресторан. Ну, потому что там умные люди сидят в правительстве, они понимают, что надо бизнес поддерживать. Наша власть, к сожалению, ненавидит бизнес. Мы на них жулики, мошенники, понимаешь? Мы классово чуждые им люди. Это нами правит класс бюрократов, чиновников, которые любят бумажки перекладывать, изображать кипую деятельность. Пора вот это все сменить. Уже пора. Это малое, вот эти вертолетные деньги, это малая часть. Главное, надо на год практически освободить бизнес от налогов, потому что налоги это с прибыли, а у всех убытки. Надо дать всем, если вот я заплатил за три года, там, почти 2 миллиарда налогов, дайте мне 30%, 20%, 15% от этих денег. Во-первых, вы реально поддержите тех, кто честно вел бизнес, платил деньги, во-вторых, вы спасете бизнес. Они об этом даже не думают. Даже не думают. Они какие-то безумные списки пострадавших отраслей. То туда каких-то ставочников включать, то их выключат там. Понимаешь, то Макдональдс. А я без лидер, вот у меня бургерная, на другой стороне улицы стоит Макдональдс. Значит, я платил налоги такие же, как Макдональдс. Значит, их вы поддерживаете, а меня нет. Я, значит, должен разориться, а Макдональдс будет работать. Вы что думаете там? Кто у вас придумал эти меры? Потом по АКВЭДам. Вот человек открывал бизнес. АКВЭД это такая Филькина грамота, никому вообще не нужно. От этого не заместить размеры налогов, ничего. Ну, ты поставил там АКВЭД, АКВЭД. Это для статистики. Это для статистики. И вот у меня был там оптовой торговли там, не знаю, там, шубами там, и магазин шубы. Я себе поставил там оптовой торговли шубы. А сосед поставил, точно такой же у него был бизнес, он поставил магазин. Значит, ему поддержка, потому что у него АКВЭД стоит, главный, а мне поддержки нет. Вы что там, правительство, идиоты, блин? Ну, идиоты. Убрать эти списки пострадавших отраслей, убрать эти АКВЭДы, единственный критерий должен быть, сколько ты налогов заплатил. Ну, или за три года, или в 2019 году. Сколько заплатил, тебе так и помогли. Я же не виноват, я вам дал деньги. Вы эти деньги, извините, просрали. На мосты, на праздники, на чемпионаты, на граниты, блин. Ну, а что теперь? Что теперь нам? Курить всем из-за этого? Нет. Отдайте бизнесу деньги, которые он платил. Часть верните. И мы спасете бизнес, сохраните рабочие места, они что хотят? Бунтов голодных на улице? Никакая Росгвардия не поможет. Он Невзоров уже кричит. Говорит, ребятушки, какая Росгвардия? Какие пытки в подвалах? Уже не спасетесь. Если какие-то конкретные имена называть в правительстве, понятно, что президент отдает поручение, но далее все-таки должна работать какая-то система. У нас там министры, там вообще, не знаю, премьер. То есть кто конкретно должен за этим следить, чтобы это все доходило до людей? Значит, специфика нашей страны надо учитывать. Вот на вот это время сейчас отечество в опасности. Отступать некуда позади Москва. Сейчас нужно закрыть Госдуму, Совет Федерации, правительство, штаб, призвать туда людей из бизнеса. Не знаю, Галинского, Сергея Колесникова, бизнеса много, толковых людей. Вот их собрать, дать им полномочия экономически. Пусть президент взаимодействия с иностранными государствами, это его функция. Министерство обороны, его полиция, все, природные ресурсы, все там. А вот экономику отдать людям, которые в этом понимают. Там сейчас нет ни одного грамотного управленца, я подчеркиваю, ни одного. Только в бизнесе есть управленцы. Вот надо сейчас попросить предпринимателей крупных и средних, но не олигархов. Те оторвались от жизни, те попросить сказать, ребята, бросайте свои бизнесы, отдавайте их там родственникам, друзьям, генеральным директорам и давайте спасать Россию. И вот этот штаб, я вас уверяю, 20 человек, он спасет Россию. Вот другого варианта я не вижу. Просто не вижу. Вы знаете, тут обсуждали мы этот налог с моим товарищем одним. Он говорит, слушай, я недавно говорил, товарищ очень большой начальник. Я говорил, вообще, с нереально большим чиновником. Я ему говорю, слушай, ну надо же отменять этот налог на кадр, аренду земли, мы же там сейчас разорим людей. Он говорит, а что, что страшно? Ну был один собственник, будь другой, ну и что, ну останется там, все равно, куда они торговый центр, никуда же не денутся, ну один, Я говорю, слушай, ты ему надо было, знаешь, как сказать? Вот в Детройте точно так же думали, что уйдут одни собственно придурки, а другие не пришли. Вы что, хотите из Москвы Детройт сделать? Чтобы были разбитые стекла, блин, разбитые стены, расписано граффити, еще банды ходили. Вы этого хотите? Если не хотите, слушайте Андрея Аркадьевича Ковалева. Вот слушайте, делайте так, как он сказал. Я написал кучу писем президенту, представителю правительства, мэру. Вся программа четко расписана. Это программа человека, который 42 года в бизнесе, работал в четырех министерствах, был депутатом, прожил и выжил в четырех кризисах. Все, расписано им. Вот делайте и все, ничего не изобретайте и спасете страну. Тишина, ответов нету даже. Ну как думаете, вот после самоизоляции вот это, да, вообще в процентном соотношении, сколько заведений, предприятий вообще не откроется? То есть такое же наверняка будет, потому что сейчас очень многие разоряются. Я думаю, что ну 50 процентов нам будет так. То есть такие потери большие, да? А думаю, что к Новому году 80 процентов уйдет, 20 процентов останется. И долго нам придется восстанавливать этот объем? И вообще возможно ли это? Если еще станут не терпеться власть, ничего не изменится, это болото. Причем надо просто понимать реально, что голодные бунты, они, конечно, будут подавлены, залиты кровью. Мы попадем в самый черный список нерукопожатных стран, самый черный список. И из этого мы будем вылезать, я не знаю, может 100 лет, может 50 лет из этого, из этой ситуации. Нету альтернативы новой экономической политики. Вот это то, что сейчас уничтожает бизнес, душит бизнес. Нужно заменить новой. Налоги. Вот так усечки. Ставки по кредитам. Вот так усечки. Всемирная поддержка бизнеса. Убрать вот эти дикие абсолютно. Все ржут на Роспотребнадзором. Роспотребнадзора у своей контора выпустила документ. Пункт 3. Разрешается работать рестораном до 200 квадратных метров и там срок указан. Это какой-то там третий этап до 200 квадратных метров с посадочными местами до 20. Пункт 4. Разрешается работать рестораном до 50 квадратных метров с числом посадочных мест до там 5. То есть они просто пункты перепутали местами. Я говорю еще раз качество чиновников по сравнению с тем когда я работал в 94-м году и сейчас это небо и земля. Тогда были еще от Советского Союза еще такие ну профессионалы. Сейчас это просто блин которые даже не мог пункты поменяли и никто не заметил. Там же проходят через многочисленные согласования ставят визы там руководитель руководитель не читает документы которые подписывают. А мой министр я лично всегда читал бумаги которые мне приносили относил с министру министр лично все читал вносил правки. А сейчас не глядя выпускает. Поэтому зачем нам нужны эти Роспотребнадзоры Роспожнадзоры и так далее. Надо заменить как в современном мире страховая система. А эти чиновники они нам не нужны на шее. Надо резко сократить госрасходы. Резко сократить госрасходы. Опять мы бедное государство нищие. У нас вот этого фонтанов позолоченных не должно быть. Дворцов Госдумы Белого дома не должно быть. Наше правительство должно сидеть в бараке в Бирюлево товарном. Вот это их место. Во-вторых уволить чиновников. Минимум 70 процентов должно быть сокращено. Мы расплодили у нас чиновников в пять раз лучше чем в Советском Союзе было с его полностью государственной промышленностью. и население вот вы говорите вертолетные деньги конечно население значит опять кредитами с маленькими ставками на ипотеку на покупку отечественных машин и так далее. Иначе и говорю сейчас если не произойдет резкая смена государственного курса на еще раз с удушением бизнеса на развитие бизнеса на полное способствование развитию бизнеса чтобы по первому каналу показывали не очередную там развод или жену Прохора Шаляпина а показывали молодого предпринимателя который открыл одну палаточку потом вторую потом магазинчик открыл у него сеть магазинов теперь это я про Галецкого говорю чтобы Галецкий рассказывал как он добился успеха а не то как очередная жена там задушила своего мужа и закопала его то и так так